Доброе утро, зрители СтопГейм! В эфире Инфакт! Студия Remedy отмечает 5 лет с релиза Control. В честь такого события команда поделилась статистикой, объявила парочку конкурсов и подготовила немного поздравлений. Вот чем выпендриваются. Control набрала свыше 19 миллионов игроков. Телекинезом швырнули более 37 миллиардов объектов, убито больше миллиарда противников, а фоторежим включали 38 миллионов раз. Там была еще пара циферок, но решил не перегружать ваши сонные уши математикой. В честь пятилетия игры в соцсетях проведут розыгрыш сувениров среди тех, кто поделится впечатлениями о своем прохождении, а фанатский аккаунт Capture Control будет искать лучшие творения из фоторежима по специальному хэштегу. В прошлом Инфакте Ян говорил, что Нинтендо собирается провести не одну, а целых две презентации директ подряд уже вот-вот. Не обманул? Провели. Много всего там показали? Сначала Нинка устроила шоу об инди-играх, а сразу за ним запустила Partner Showcase, где свои анонсы озвучили партнеры компании. Расскажу о некоторых заметных анонсах. Tetris Forever — сборник разнообразных тетрисов в формате интерактивного музея со встроенной документалкой. Есть и новая мультиплеерная версия, где игроков швыряет по тетрисам разных времен. Делает студия Digital Eclipse. Она уже выпускала интерактивные музеи по каратако и играм Atari. Релиз Tetris Forever должен состояться до конца 2024-го на всех платформах. Star Overdrive — научно-фантастический экшен от третьего лица, где главный герой носится по другой планете на ховерборде. Выходит в 2025-м на ПК и Switch. Анонс SpongeBob SquarePants — The Patrick Star Game. Платформер про морскую звезду Патрика, который отличается от SpongeBob акцентом на дурашливую физику. Другие персонажи серии станут выдавать Патрику испытания. Выходит 4 октября на всех платформах. Предзаказы должны быть уже открыты. Геймплей Atelier Yumea — The Alchemist of Memories and the Invasioned Land. Обалдеть название. Новые части GRPG-серии Atelier с новой главной героиней-алхимистом. Выходит в начале 2025-го на всех платформах. Castlevania Dominus Collection — коллекция из Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin и Order of Ecclesia с Nintendo DS. В комплекте преображённая версия Castlevania Haunted Castle с аркадных автоматов. Есть кастомизация раскладки экрана, отмотка состояния, быстрое сохранение, галерея материалов и плеер для музыки. Уже вышла на Switch, ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Трейлер Цивилизации 7, похоже, с актуальной графикой для Switch. Показали одного из лидеров — Королеву Химика, которая делает ставку на дружбу с другими империями. Выходит 11 февраля на всех платформах. Якут за Кивами выйдет на Switch 24 октября. Про порты других частей серии пока ничего не говорят. Хотелось бы рассказать ещё что-нибудь, чтобы вы подольше насладились кадрами из этой замечательной игры, но нечего. А вот он и говорил. Давайте дальше. Трилогия S.T.A.L.K.E.R. The Legends of the Zone выйдет на Switch в ноябре. Речь о том же сборнике, что недавно выходил на большие консоли. И ещё пара анонсов с инди-презентацией. Трейлер Throws of Watchmaker, бесплатного дополнения для Sea of Stars. Выходит следующей весной. Премьера More Cells. Причудливого экшена про жучино-лягушачий мир, который издаёт Анапурна. Выходит в феврале 2025-го. Coffee Talk Tokyo. Следующая часть серии Coffee Talk выйдет в 2025-м. Придурковатый, но качественный платформер Pizza Tower вышел на Switch. Вот так резко. Полный список анонсов, как обычно, можете найти в заметке на сайте. А мы перейдём к следующей новости. Мыльно-пенный экшен Foam Stars с битвами в формате 4х4, или с платун от Sony, уже скоро перейдёт на фритуплейную модель распространения. Всем, кто в прошлом заплатил за игру, выдадут специальный набор с предметами для кастомизации. Foam Stars станет условно бесплатной 4 октября. Кроме того, для игры отпадёт надобность подписки PlayStation Plus. Проект доступен на PlayStation 4 и 5 с февраля 2024-го. Сперва его бесплатно раздавали в PS Plus, а ценник в 30 долларов навесили в марте. Изначально Microsoft анонсировала Indiana Jones and the Great Circle только на ПК и Xbox Series. Но на Gamescom 2024 был представлен порт и для PlayStation 5. Фил Спенсер уже высказывался на этот счёт, настала очередь разработчиков. В разговоре с Еврогеймер специалисты Machine Games признались, что рады разместить своё творение на большем количестве платформ. Коллектив не видит никаких минусов в том, что Indiana Jones and the Great Circle посетит PS5. Йенс Андерсон, выступающий в качестве дизайн-директора, и вовсе подчеркнул, мол, студия всегда хотела отправить Indiana Jones'а и на консоль Sony. Так как версия для PlayStation 5 запустится позже, у Machine Games останется время на полировку тайтла. Хотя движок, говорят, уже отлично оптимизирован и даёт хороший старт. Чтобы инди выделялся на фоне других приключенческих экшенов, Machine Games провела тщательный анализ франшизы и приняла несколько важных решений. Команда отсмотрела ранние части киносерии, что позволило довольно быстро определить рамки, чтобы выдержать настроение и тон Индианы Джонса, а также понять, что в игру добавлять не стоит. Что касается вида от первого лица, то добавить его захотели довольно рано и добавили. Хотя фрагментов с видом из-за спины тоже достаточно. Цитата. «Мы хватаемся за каждую возможность, чтобы вставить вид от третьего лица и показать персонажа. Но, если честно, даже если бы мы сделали ещё больше таких моментов, вы бы всё равно видели лишь спину героя большую часть времени». Сказал Йенс Андерсон. На PS5 Indiana Jones and the Great Circle стартует весной 2025-го. На ПК и Xbox Series, включая Game Pass, игра прибудет раньше, 9 декабря. Заявлены русские субтитры. Создатели Warhammer 40 000 Space Marine 2 выкатили пост-релизный план поддержки игры. Проект, конечно, не игра-сервис, но кое-что добавят. Экшн получит как платные, так и бесплатные добавки. За деньги будут продавать DLC с косметикой. Геймплейные же улучшения достанутся всем владельцам Space Marine 2 бесплатно. Перечислять всё по пунктам не буду, скажу в общем. Собираются добавить PvE-задания, PvP-режимы, врагов, уровни сложности, новые арены и оружие. Warhammer 40 000 Space Marine 2 стартует 9 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Предзаказчиков всех изданий, кроме стандартного, пустят в игру на 4 дня раньше. Русский дубляж прилагается. Paramount Pictures выкатила первый трейлер Соника 3 в кино. Его я не могу вам тут, конечно же, показать, но по ссылке в описании заинтересованные найдут. Кино станет продолжением приключений синего ежа и его друзей. На этот раз команде необходимо справиться с ежом Shadow, которого озвучил Киану Ривз. Власти просят Соника, Тейлза и Наклза разобраться с выбравшимся на свободу Shadow. Однако этот сверхсекретный, живой эксперимент оказывается слишком силён и продолжает бушевать в городе. «Когда мы закончим, не останется ничего», произносит Чёрный Ёж, который настроен весьма радикально. Чтобы одолеть его, протагонистам придётся объединить силы с Доктором Работником в исполнении Джима Керри. Пока не ясно, будет ли Shadow сотрудничать с Эггманом, как это было в играх. Кроме того, в фильме появится создатель Shadow, Джеральд Работник, который приходится Эггману дедом. Старика, судя по всему, тоже сыграл Джим Керри. Премьера фильма намечена на 20 декабря. Свежие материалы на нашем сайте появятся сильно раньше 20 декабря. Да и сейчас там есть, что почитать и посмотреть. Так что загляните туда, проверьте, не пропустили ли чего. Не забудьте про лайк и хорошей вам среды. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok